Не было и малейшей надежды на то, что останусь живым. Мы, ПТРовцы, все были уверены в том, что нас обязательно убьют, вспоминал бронебойщик Марк Папеш. Так, почему бронебойщиков считали смертниками и зачем эти ружья вообще производили? Разработки противотанкового ружья ПТР начались в СССР задолго до начала войны. В 1940 году появились известия о том, что тяжелые немецкие танки имеют особо мощную броню, которую нельзя пробить с помощью ружья. Поэтому от ПТР отказались в пользу противотанковых орудий. Как выяснилось позже, информация о тяжелых танках была уткой немецкой разведки. Летом 1941-го, после нападения на СССР, работа над противотанковым ружьем возобновляется. В кратчайшие сроки созданы два противотанковых ружья. Одно из них разработал конструктор Симонов, причем всего за 22 дня. Оно получило название ПТРС противотанковое ружье Симонова. Его отличали магазин на пять патронов и возможность вести полуавтоматический огонь. Другое ружье разработал конструктор Дегтярев ПТРД. Оно было однозарядным, после каждого выстрела требовалось вручную заряжать патрон. Зато ружье было простым в производстве. С 1941 по 1944 ПТРД собрали 293 тысячи, это на 40% больше, чем ПТРС. 29 августа 1941 года ружья приняли на вооружение, а в ноябре использовали в боях за Москву. Минусами этого оружия были низкое пробитие и слабое заброневое воздействие. Кроме того, ПТР могло травмировать стрелка. Вот что вспоминал командир расчета ПТРД Михаил Александрович Булдаков, 16 килограмм веса, чуть больше двух метров длины, заряжалась одним патроном. При стрельбе у него отдача очень сильная, поэтому и приходилось прижимать его к плечу посильнее. А если не прижимать, то и без плеча можно было остаться, откидывало здорово. Там, на затыльнике приклада был небольшой амортизатор, но он не спасал. Производство ПТР было вынужденной мерой. Летом 1941-го Красная Армия потеряла огромное количество противотанковой артиллерии. К осени остановить бронетехнику врага было практически нечем. Из-за эвакуации заводов на восток быстро нарастить производство пушек было невозможно. Требовалось дать пехоте хоть что-то для борьбы с танками. Нередко это спасало ситуацию, у пехотинцев пропадала танкобоязнь, если на их позициях находились бронебойщики. Работа расчетов ружей была смертельно опасной. Они были приоритетной целью для немецких танков. Ствол длинной жизнь, короткая, так на фронте говорили о бронебойщиках. Когда фронтовику-бронебойщику Михаилу Левину задали вопрос, как относились бойцы к зачислению в подразделения ПТР, он сказал так, в 1942 году это считалось равносильно самоубийству. Стопроцентная смерть. Артиллерии не хватало, расчеты ПТР постоянно выдвигались вперед, или в первую линию траншей, или на нейтральную полосу и первыми вступали в бой. При грамотном применении работа бронебойщиков давала результат. Бойцы старались стрелять по бортам танка и в корму. Фронтовик Иван Горбунов вспоминал, а СПТР только в упор и бить по выбранным местам. По бакам, например. Вот и подпускали их те, у кого нервы покрепче. Тогда и попадали куда надо. Был у нас в 43-м бронебойщик Максим Малов. Штук 10, не то 12 танков на него записано было. Он вообще огонь по танкам 100 метров никогда не открывал. И только в борта по бензобаку или по венцам ведущего колеса. Были случаи, когда из противотанковых ружей даже сбивали самолеты. Так, в боях за Сталинград бронебойщик Семен Филиппович Антипкин смог сбить немецкий самолет. На его счету также еще 8 подбитых танков. Советские бронебойщики создавали немцам много проблем. Чтобы сократить потери от противотанковых ружей, в немецких танковых войсках с 1943 года стали устанавливать дополнительные экраны. Это увеличивало вес машины и уменьшало обзор. В 1943-1945 годах броня немецких танков увеличилась. Птеры практически перестали ее пробивать. Приоритетной задачей бронебойщиков стала работа по легким бронетранспортерам и подавление огневых точек.